Часто бывает, что человек ставит перед собой большие цели, но не чувствует в себе силы, чтобы достичь их. Это может проявляться в разной степени, от постоянной усталости до полной апатии и депрессии. В сегодняшнем мире, когда люди вынуждены каждый день крутиться по одному и тому же кругу рутин и забот, внутреннее истощение стало настоящей проблемой. Как не допустить полного выгорания? Как, достигая цели, не перестать радоваться полученным результатам? Как наслаждаться жизнью, а не проживать день за днем, как будто бы вы попали в фильм «День цурка». Все дело в том, как вы привыкли жить. Многие люди настолько стандартизировали свою жизнь, что просто перевели ее в состояние автопилота. Утром проснуться, позавтракать, пойти на работу, вернуться с работы, поужинать, завести будильник и лечь спать. Конечно, я утрирую, дел больше, но саму мысль, я уверен, вы поняли. Именно так вы утопаете в рутине, которая полностью вас опустошает. Поэтому важно понять, как восполнить внутреннюю энергию. Найдите и практикуйте почаще занятия, которые вас питают. Один из важных источников энергии – это ваше увлечение и хобби. Путешествия, рыбалка, поездка на дачу, чтение любимой книги, общение с близкими и прочее. У каждого есть своя отдушина. Просто со временем люди привыкают все меньше и меньше уделять внимание себе, стараясь успеть переделать все большее количество дел. И делать их не становится меньше. Рутина как болото. Загруженность постоянно растет. Поэтому усилием воли нужно переключить все свое внимание с этого круговорота. Вспомнить о том, что вас радует, что дает вам энергию. Отдавая свои силы достижению цели, нужно помнить о том, что свои силы нужно восстанавливать. Можно подумать о том, что это подождет. Но вот что важно. Только находясь в равновесии, вы сможете быть максимально эффективным, соответственно, быстрее достичь своей цели. Поэтому не откладывайте жизнь на потом. Можно добежать до цели, высунув язык, и потом ничего не помнить, что было по пути. А можно наслаждаться каждым мигом путешествия и достичь той же цели радостным и полным сил. Продолжение следует...